Мои родители не так говорили, что на улицах Маркса и Энгельса живут жёнки военных, что после смерти Сталина отстреливали наших юзиков и казимиров по лесу, партизанов. И что уже военные пошли, а вот калияны где-нибудь универсами центральных, в Гуме, в кинотеатре «Победа» чули не белорусскую мову, а мощный белорусский акцент. Тады по белорусскому никто не говорил. Но когда кто-то говорил с белорусским акцентом, то я не фыркал. Я зауважал. Чужовка была больше белорусская. Там нормально было, когда ты говорил с акцентом. Там половина Чужовки – это люди, которые звёзды поприезжали. Центр был совсем не такой. Это военные и евреи. Это был центр. А вот как раз Чужовка, там, «Щеребрянка» тоже. Это была половина ещё ж таки людей, колхозаны. Это ж ещё были люди звёзды. ПЕСНЯ 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 В 1989-1990 годах дискотеки тогда ж на веселях не крутили, запрошали ансамбль. И это были реальные гроши. Можно было за одну веселье музыканту заработать, ну, по сути, месячный заработок той, что заработали на заводах. Ну, то, что всё это советская постсоветская нарада, и оно на слых вельми худкало. Ну, там это всё было зрозумело. Это сразу начинаешь играть. А когда заспевают старые женщины, ты ничего не подыграешь. Ничего не подыграешь. Потому что ты не разумеешь нават, как сунется гармония и как пойдет голос. Ты нават уявить не можешь, куда она зараз там, та бабуля заспевает эту маленькую. И вот тады, гэта был час, когда мы такие песни, я так само начал трохи так избирать, как они были. Как они были. Я захаплялся фольклором? Там она паунашняя. Гэта б зусимыншая, не шта было. Але они мне падабалюся. Они мне падабалюся, а гэта старые песни. Ой, лядь, ты мой конь, как с мать родной. Ой, лядь, ты мой конь, как с мать родной. Мы вот зачапили и вытягнули старое аутентичный спел на популярную сцену, на эстраду, когда хочется. С таей причиной, что тады было можно. Тады было можно на любые эксперименты. Зараз гэта было б значно больше складано. И все чули, да, гэта ж наша. Только совсем не наша. Я пойду я в новую конюшню. За сятою коня воронуга. За сятою коня воронуга. Конюшня была вельми вядомой. Она вельми вядомой была у вёсках. Причим песня про конюшню, ну, у розных вариантов. Она не только центральная в Беларуси. Ей спевали на Полесе. Ей ведают на городинщины. Ей спевали на Могилёшчине. Она была вядома по всём Беларуси. Её было лёгко спевать с таё причиной, что она уже была ненатуральная. Песня про конюшню, она уже была суплывом. И она спевалася прямым голосом. У традиционной манеры конюшня спевается. Але при гэтым там уже такая доминанта. Ну, и она уже такая амаль советская. И она не стародавняя. Она не такая традиционная, як там пие «Стралу», якую мы, калістя, заспевали в 93-м годе на «Маладечна». И там у всякого «Маладечна» был шок. Еллина, мы стояли и чекали, поколь там запустится тая фанера. Потому что в живую там было спевать немагчина. Мы приспевали «Стралу» и во всех был шок. И мы уже думаем, всё, «Стралу» спевать больше не будем. Давай эту манечку, тут, 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 там и всё. И заспевали, всё, народ нормально. А как это, то мы сами были шокованы об том, что народ не воспринял. При том, что она классная была. Она сделана была, одуренная. «Маладечна» Исти до рокового, белорусского рокового, цей поп-музыки белорусской, Усё ровно треба праз тое, что ты в детстве павинен наспеваться белорусских песен. Тогда они у тебя будут нормальные. Эта вот роковая и поп-музыка, тогда у тебя будет базис, який будет цикавый іншим краинам. И, калі проезжаешь в Беларусь и начуешь нашу популярную музыку. Это асоциация постсоветская. Никакой белорусской гости там нема. Она просто постсоветская. И нема этого национального поп-музыки, национального року. Нема того, что есть во всех інших краинах такого ж по меру, как Беларусь. Яна зручна зараз в Беларуси, вось миновита гэта форма советскости. А советскость, она наднациональна. Из этой причины, вось, какие-нибудь там гурты, которые предлагают видовочно что-то национальное, они не очень хорошо принимаются в голове. «Бенаревцы хваля нашатала» Дело того, как быть фестивальная, музычная, национальная культура, якая у Беларуси основала, по-перше, треба, как еще ж таки гроши бюджетные формовались снизу вверх, а не с верху вниз. Есть права национальная, и она должна решать, как должна у них развиваться культура. Тогда вот этих фестивалей, этих музыков, они будут запрошать таких, которых их нужно, а не тех, которых им тягнуть вверху. Когда нужно провести фестиваль, все начинают думать, а как это тогда пойти в Министерство культуры, куда-нибудь еще выше, как там вытягнуть этот кавалочек и без того же братского бюджета того же Министерства культуры, и начать уже его самостоятельно пилить. А в заявке три дом ухны, первая дома лесом легче, другая дома пулем легче, третья дома морем плыть. ТОРМЕЛЬЧЕ 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 Я личу, что все невеличкие, приватные фестивали, они поворачивают мыслення человека об том, что «Ой, ну так это ж вог! Это ж круто! Это вот цикаво! Это ж до места! Так, как треба!» Не так, как загадано, а так, как треба! Что это отбывается, вот культурные события, которые ладят сами люди, а не начальники. начальники. Уси разом! ТОРМЕЛЬЧЕ ТОРМЕЛЬЧЕ ТОРМЕЛЬЧЕ